Татьяна Саргина ведет активный образ жизни. Говорит, последний месяц самоизоляции были частые головные боли. Она связывала это с малоподвижным образом жизни, но оказалось иначе. Первое, что сделала после снятия ограничений, отправилась на занятия, где внезапно ей стало плохо. Она поступила с судорожным синдромом, и впервые она пошла на йогу, и там у нее случились вот эти судороги. И она поступила к неврологам, потом сделали обследование, компьютерная томография, магниторезонансная томография, и выявили опухоль. Опухоль, она доброкачественная, 99% она доброкачественная, так называемая менингема. Операция по удалению опухоли размером с куриное яйцо и локализованная под большой веной мозга была сложной. Проводилась под микроскопом и длилась 3,5 часа. В практике Алима Зарибовича такой сложный случай первый в истории Одинцовской областной больницы тоже. Доктор самой высокой квалификации. Он сразу после КТ поставил диагноз, рассказал мне все, что вообще произошло, рассказал обо всех рисках, что может случиться, если вдруг что-то пойдет не так на операции. Но он так уверенно говорил и сказал, что он постарается сделать так, чтобы не было никаких вот этих вот случайностей. И я ему сразу поверила и согласилась на операцию. Поверила не зря. Сразу после операции пациентку без реанимации перевели в палату. Татьяна говорит, что чувствует себя прекрасно и готовится к выписке. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.